Привет! С тобой Серёга Сайбербанана, и я знаю, ты себе хочешь топовый инвентарь, но финансы не позволяют, и у тебя на руках только одна тысяча рублей. Что же делать, как же быть и какой инвентарь собирать, всё узнаешь в этом ролике. Я подобрал для тебя самые лучшие скины, и единственное что, у них качество после полей. В остальном, всё великолепно. Поэтому с тебя лайк, чтобы я продолжал эту рубрику, а также подписочка. Ну, я и начинаю. Сразу хочу говориться, я покупал предметы до зимней распродажи. Сейчас оценник упал на 10, а возможно и 20%. То есть, цена инвентаря не тысяча рублей, как я показываю в видео, а ещё дешевле, это порядка 800 рублей, если покупать по автозакупу. А если ты ещё научишься заносить деньги в Steam через сторонние сервисы, ну, ссылочку я оставлю в описании, там примерно, я показываю, как это делается, то это сделаешь примерно ещё плюс 50%. Кстати, конкурс. Через пару дней подведём итоги вот на вот эти прикольные скины. Я тебя жду, ссылочка тоже в описании. Всё, в принципе, поехали. Интересный инвентарь, который стоит дешевле тысячи рублей. Погнали. Начнём осмотр инвентаря со взгляда в прошлое. Это юсп и стоимость его всего лишь 60 рублей. Ты посмотри, какой гармоничный дизайн. Билеты. Драконий дуэт. Я никогда бы не подумал, что их ценник всего лишь 18 рублей. Выглядят очень даже достойно. Продолжаем. Пи-250 валетность. Цена этого предмета всего лишь 10 рублей. Кстати, круто сочетается с синим сетом. Вместо 5-7 я взял красного ястреба. Это ЦЗ. Ценой всего лишь 40 рублей. Почему именно ЦЗ? Потому что сейчас это имба. Этот дигл я тебе реально посоветую. Стоимость этого предмета всего лишь 18 рублей, а название его – синяя фанера. Обязательно бери. Ты посмотри, как в руках круто смотрится. К синему сету также прилагается. Глок карамельное яблоко. Я взял именно этот глок. Никакую ласку или так далее. Потому что мне нравится красный цвет. И это выглядит действительно круто. Поэтому глок карамельное яблоко. Ценой всего лишь 40 рублей. В данный момент у тебя на мониторе ТЭК-9 ледяковый покров. Цена его 10 рублей. И мы завершаем пистолеты и переходим к ПП. Я вижу, тебе все нравится. Но как в любом другом фильме, должна быть реклама. Поэтому я тебе сегодня расскажу, где можно поднять скинсы. Сегодня пройдемся по сайту hellstore.net. Тут есть два режима игры. Первый – это коинфлип. Это подбрось монетку и шансы примерно 50 на 50. Как и у тебя, так и у твоего оппонента. А вот классик – это чем больше у тебя банк и ты его вольешь, тем больше вероятности забрать абсолютно весь куш. Но сегодня мы пройдемся как раз по коинфлип. Давайте выберем персонажа, который хочет со мной сразиться. Так вот, за 11 баксов парнишка. А подобрать можно? Подобрать можно. Погнали. На секунду, монеточка. Под конец забрали. Ну и, конечно же, как же без подарков для тебя. Залетай на сайт hellstore, вводи промокод cyberbanana и забирай промокодик ровно на 60 центов. Испытай свою удачу. Давай. Ссылочки в описании. Так как в большинстве своем у нас красный и синий сет, то под Глок я сразу же взял себе МАК-10, тоже карамельное яблоко, и ценой в 12 рублей. Один из крутейших скинов за самую дешевую цену, а именно перистая облака MP7 – 11 рублей. Юмп облучение. Всего лишь 27 рублей. Выглядит очень круто. Скромный и красивый скин P90 – мрак. Всего лишь 12 рублей. Все тоже карамельное яблоко. В этот раз бизон, и цена его 23 рубля. Пока самый дешевый скин из нашего инвентаря, а именно MP9 – скромная угроза. Ценой в 8 рублей. Если ты хочешь продолжение такой рубрики, напиши в комментариях, какой ты сет хочешь увидеть в следующий раз. Красный, зеленый, желтый, возможно, инвентарь до 100 тысяч рублей. Возможно, это всего лишь 500 рублей. В общем, все, что ты сейчас думаешь, напиши в комментариях, а я это осуществлю. Включаем тяжелую артериерию и так же далеко от карамельного яблока уходить не будем. В этот раз это ново. И цена этого предмета всего лишь 7 рублей. XM поток. Цена этого предмета тоже 7 рублей. Дешевый скин, но выглядит пригольно. Под наши яблочки подходит идеально. А именно, M249 блокировка. Ценой в 10 рублей. Я считаю, этот скин особенный. Впереди у него написано RUN. Это Negev Krikun. И цена его 29 рублей. Завершающий скин на тяжелое оружие с Авидов. А именно, Оригами. Ценой в 7 рублей. Буквально пару вопросов к тебе. Залетаешь ли ты ко мне в группу ВКонтакте? Смотришь ли годные мемасы по CSGO? Нет? Так сделай это. Инстаграм? Ты не знаешь, что такое Инстаграм? Посмотри ссылочку в описании. Я там рассказываю о своей реальной жизни. Снимаю видосы, что я делаю в данный момент. Ну и вдобавочек в Дискорд, где мы по вечерам общаемся и просто хорошо проводим время. Тоже все ссылки найдешь в описании. А если ты еще не подписан на канал, ты что серьезно и лайк не поставил? Ну-ка сделай это быстренько, потому что дальше тебя ждет очень много интересного контента. Кстати, продолжаем. Пройдемся по витовкам. Галиль. Леденец 44 рубля. Круто выглядит, согласитесь. АК-47 Элиточка. Это старый скинец, который всегда радует глаз. Цена его всего лишь 148 рублей. Ну ты, кстати, можешь сейчас его найти. Намного дешевле. В данный момент в моих руках когти. ССГ. Цена этого предмета 35 рублей. Добавляя в нашу корзину карамельных яблок СГ. Цена этого предмета всего лишь 43 рубля. Выглядит очень солидно. АВП Гадюка. Цена этого предмета 39 рублей. Выглядит круто. Это старый скин. И если ты хорошенечко поищешь, то ты сможешь найти с крутыми голографическими стикерами. Г3 СГ-1. Зеленое яблоко. Всего лишь 8 рублей. Особо никто им не пользуется, но скин обязательно какой-то должен быть. Поэтому и цена такая. Фамос Выживший. Его цена всего лишь 21 рубль. И, кстати, посмотри, у него сзади крутые царапины. Фамос Выживший. Злобный Дайме. МК М4А1. Ценой всего лишь в 250 рублей. И круто сочетается с предметами карамельного яблока, которые у нас уже есть в инвентаре. Ну и завершаем с каром. Калька. Всего лишь 8 рублей. А кажется, что этот скин должен стоить намного-намного дороже. Ну что, как тебе инвентарь за 1000 рублей? Да, на самом деле, да. Он дешевле стоит. Он дешевле стоит чуть ли не в 2 раза. Но я просто тебе показал, что это легко оформить. И красивый инвентарь. Красный цвет, синий цвет, зеленый цвет. Вообще красками сиять будет. Твой инвентарьчик и МК с Калашом вообще очень хорошо сочетаются. Если ты так же считаешь, напиши в комментариях, это топовый инвентарь. Если считаешь, что что-то там я упустил, обязательно напиши, какие бы ты скинцы поменял на те или иные. Мне будет реально интересно. И если ты хочешь продолжение рубрики 500 рублей, инвентарь, либо 10 тысяч, а возможно и красный сет дешевый, либо красный сет очень дорогой, напиши тоже в комментариях, хочу продолжение. И мы замутим для тебя реально годный контент. Все. Пока-пока. Ты там комментарии пиши и посмотри вот этот годный видос. Давай. Удачи. Я тебя там жду. Субтитры сделал DimaTorzok